МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире очередной выпуск программы Олимпийский ракурс и я ее ведущий Сергей Волков. С удовольствием представляю нашего сегодняшнего собеседника, директора школы высшего спортивного мастерства номер 4, а с 15 января руководителя Олимпийского центра подготовки сборных команд Самарской области Сергея Макарова. Здравствуйте, Сергей Анатольевич! Здравствуйте! Что же произошло в первые дни Нового года, о чем, так сказать, говорит сегодня спортивная общественность? Как появилось, что у нас наконец-то в Самаре спустя долгие годы появился настоящий Олимпийский центр? Я вот, честно говоря, сравниваю это с Олимпийским центром в Подмосковном Новогорске. Мне кажется, что вот наконец-то мы получили такое отличное учреждение и такую отличную базу, где можно готовить олимпийцев, в том числе и на грядущую Олимпиаду в Рио-2016. 15 января 2016 года постановлением правительства Самарской области путем реорганизации создалось государственное автономное учреждение Самарской области, центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области. Это вот так официально? Да, это результат долгого пути к этому Самарской области давно шла, наконец это свершилось. Мы тем самым приводим в соответствие те нормы, которые определены федеральным законодательством в области физической культуры и спорта. Ну, надо сказать, что 20 лет в прошлом году вы отпраздновали в школе высшего спортивного мастерства. Я так понимаю, наступил новый этап работы учреждения, который занимается высшим мастерством. Полномочия наши относительно школы высшего спортивного мастерства сохранились, добавились еще полномочия, о которых я сейчас расскажу. Да, у нас школа высшего спортивного мастерства номер 4, хоть и прекратила существование, но мы просто перешли на другой этап. Хочется спасибо за одно, кстати говоря, сказать всем тем, кто все эти 20 лет работал в школе, трудился, достигал спортивных результатов, старался как мог. Поэтому свою историческую связь мы не разрываем с этой школы. Более того, скажу, что поскольку уж наше учреждение новое создалось путем реорганизации, исторически, дату, скажем так, или день рождения нашей организации, мы сохраним ту как раз ШВСМскую. Сергей Анатольевич, а правда, что вот теперь, поскольку полномочия расширены, как вы говорите, теперь вот у вашего Олимпийского центра подготовки перейдут лучшие спортсмены Самарской губернии и из других ШВСМ. По-моему, их шесть у нас. Четыре. Четыре в губернии, да? Что вы соберете всех лучших спортсменов, тренерские кадры и начнете уже подготовку Олимпийского резерва в таком едином сплоченном кулаке. Да, в этом году нашими сотрудниками, с кем будут заключены трудовые договора, это станут ведущие спортсмены Самарской области. В первую очередь именно в 2016 году трудовые договора будут заключены с кандидатами в Олимпийскую сборную от Самарской области. Ну а сколько сейчас кандидатов? 54. 54. Ну и кроме тех кандидатов, которые готовятся к Олимпиаде 2016 в Бразилии, вы готовите еще и спортсменов на Паралимпиаду, на Судоолимпийские игры. Да, да, да. В полном составе на все категории спортсменов, которые представляют нашу Самарскую губернию на Олимпийских, Паралимпийских, Судоолимпийских игр. Все спортсмены, конечно же, будут здесь у нас. Вот мы сейчас стоим в спортивном комплексе. Честно говоря, я просто в восторге. Такого спортивного комплекса, вот где мы сейчас находимся, нет и не было в Самаре. И мы долго ждали такого. Расскажите, пожалуйста, о нем. Да, вот этот зал, он по-своему уникален для Самары, потому что в своем чистом виде это, наверное, самая большая спортивная площадка. Как вы заметили, возможно, здесь очень мало трибун, но это и хорошо. Мы его позиционируем как тренировочная база, не как соревновательная. Но, тем не менее, соревнования проводить все равно можно. Но необходимость на сегодняшний день как раз заключается в том, что не хватает меза для тренировок, для спортсменов. Ну, я так понимаю, спорткомплекс, он находится, надо сказать, сразу нашим тем, кто интересуется любителям спорта, что он находится за домом молодежи, долго строился. И вот, наконец-то, мы получили такой совершенно уникальный спортивный объект для Самары, которого давно не было. И я так понимаю, что здесь можно проводить соревнования и тренироваться, в первую очередь, конечно же, сразу представителем многих видов спорта. Совершенно верно. Вот эта вся площадь, она впоследствии будет разделена на три части. Здесь можно разместить три полноценные игровые универсальные площадки, но загружать мы будем несколько иначе. Вот треть зала предоставится фехтовальщикам. Сюда зайдут учащиеся специализированные детско-спортивные школы Олимпийского резерва номер один по фехтованию. Отделение фехтования будет, это будет их база тренировочная. Если мы говорим о центре, как о школе, да, отделение бадминтона, все, зашло сюда. Плюс сюда опять-таки зашли учащиеся с дюшер номер один. Ну вот много мы мечтали о центре, о настоящем Олимпийском центре, еще о Самарской Новогорской базе Олимпийской подготовки. Вот наконец-то все свершилось. Но этот вот комплекс, он единственный будет, который станет базовым для вашего нового центра? Нет, не единственный. В течение этого года мы ожидаем у себя в оперативном управлении еще три спортивных комплекса. Назовите. Это ФОК в Южном городе. Это ФОК... Который недавно открыл губернатор, вот перед Новым годом. Совершенно верно. Мы готовимся его принять в оперативном управлении. Это произойдет буквально в какие-то считанные дни. По мере завершения строительства и ввода в эксплуатацию мы получим ФОК Орбита на пересечении Нового вокзальной Ставропольской и Маяк в Юмгородке. Существует еще спортивно-оздоровительный лагерь «Радуга», который расположен в Красноярском районе. Это круглогодичная база с возможностью размещения до 120 человек единовременно, круглогодично, с питанием. На территории имеется физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальной площадкой. Ну, вот примерно такой же. Ну, несколько меньше. Несколько меньше, но тоже там можно как бы универсально, там нужно все виды спорта. Да, это универсальная площадка, да, и пользуется большой популяризм у определенных спортсменов губернии. Появление вот этих вот спортивных комплексов как раз и подтолкнуло к тому, что надо совершенствовать структуру управления, скажем так, олимпийским движением в губернии. И вот нужно создавать вот этот вот олимпийский центр, чтобы все были вот, как я уже говорил, в одном кулаке. Соблюдилось два условия. Организационно-правовая форма, структурная форма, плюс наличие спортивных объектов. Что позволит достаточно независимо существовать в плане обеспечения спортсменов местами для тренировок. Это очень удобно. А вот скажите, а вот, например, те спортсмены, которые тренируются в других школах высшего спортивного мастерства, в ШВСМ, конечно же, они тоже мечтают о таких классных условиях. А как они будут вливаться в ваших учреждениях? Они будут получать те же самые услуги в рамках государственного задания. Мы работаем на спортсменов, которые являются учащимися либо спортсменами под ведомствами Министерства спорта Самарской области и учреждений. То есть, ваш списочный состав увеличится и, соответственно, я так понимаю, будет финансирование. А вот финансирование-то откуда? Это областной бюджет. То есть, увеличится теперь бюджет на подготовку наших олимпийцев и олимпийского резерва. Я так понимаю. Выглядит это будет следующим образом. Бюджетом Самарской области предусмотрено выделение субсидий на содержание спортивных объектов, а также субсидий на выполнение государственных заданий в части подготовки спортсменов. То есть, это примерно в разы, наверное, бюджет ваш увеличится по сравнению с тем, что было в ШСМ-4? Многократно. Многократно. То есть, наконец-то спортсмены вздохнут свободно, потому что всю жизнь, по крайней мере, в последнее время были проблемы и с командированием спортсменов и так далее, и так далее, и так далее. С созданием Центра спортивной подготовки сборной команды Самарской области решается проблема заработной платы для ведущих спортсменов Самарской области. Сколько будет получать кандидат, допустим, в Олимпийскую сборную России? В каждом отдельном случае надо говорить об отдельной цифре. Я лишь тезисно скажу, из чего будет складываться заработная плата. Это базовый оклад, которому будут применяться определенные коэффициенты за спортивное звание, в зависимости мастер спорта, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта. Также будут предусмотрены надбавки за результативные выступления на всероссийских календарных соревнованиях, первенские чемпионаты России и международных, чемпионаты Европы, мира, ну и, соответственно, Олимпийские игры. То есть для любого спортсмена это огромный стимул, скажем так, для того, чтобы совершенствовать свое спортивное мастерство. То есть в идеале ты можешь получать, условно говоря, и 100 тысяч, да? 200 тысяч? Ну, 200, может быть, несколько нет, но сумма в 100 тысяч, но приближается к этому. Задача ведь какая стоит? Сохранить спортсменов в Самаре, чтобы не было параллельных зачетов, не было желания. Убежать. Это явление возникает ведь тоже не просто так. Век спортсмена короток, а жизнь есть жизнь, нам нужны деньги. И вот это, создание этого центра решает эту проблему. То есть мы будем закреплять этих самарских звезд спорта, звездочек спорта именно у себя? Совершенно верно. Не будет необходимости уходить в другие регионы в погоне за какой-то там дополнительной выплатой. Причем стипендии губернатора никуда ведь не деваются. Это не противоречит одно другому. То есть это еще добавка к зарплате, которую они будут получать в вашем центре. А у тренеров такая же будет возможность зарабатывать больше? Дело в том, что тренеры и их заработная плата, конечно, зависит от того количества спортсменов, которые они подготовили и от тех результатов, которые они достигли. Сегодня мы говорим о том, что мы пока решаем вопрос со спортсменами. Впоследствии это решение будет, видимо, и в отношении тренеров тоже. Ну вот не будет таких конфликтных ситуаций, что, допустим, вы кого-то дергаете из других ШВСМ, ведущих спортсменов, тренеров, а они, например, уходить не хотят. Или вам, конечно, нужно держать всех на глазах, скажем так. Я понял ваш вопрос. Конфликта с другими учреждениями не возникнет по одной простой причине, что те спортсмены, которые проходят спортивную подготовку в других учреждениях, они так и будут ее там проходить. И тренеры... Отчислятся у вас, да? Отчислятся в трудовых отношениях, будут в нашем центре. То есть, получая зарплату здесь, все остальные виды обеспечения они будут получать в тех учреждениях. Соответственно, тренеры этих спортсменов будут находиться на ставках по-прежнему в тех же учреждениях, тарифицироваться. Их результаты, их труд будут точно так же, как и был. Поэтому никакого конфликта интересов не возникает. А вот сколько у вас было отделений или, скажем так, видов спорта, которые были в ШВСМ? И насколько сейчас увеличится вот это количество? Было... Созданием спортцентра. 12 отделений у нас было, культивировалось в нашей школе. Сейчас прорабатывается количество, наполняемость вот тех спортсменов, которые к нам зайдут. Мы заработаем в том виде, в котором предполагается со второго квартала. Дело в том, что вот эти все мероприятия неизбежно влекут за собой организационные штатные изменения, которые в соответствии с трудовым законодательством... Ну понятно, что в начале пути еще много всяких, конечно, еще пока согласований. Да, организационные моменты, да, они неизбежны, потому что мы все-таки соблюдаем законодательство Российской Федерации. А вот количество паралимпийцев, сурдолимпийцев у вас тоже увеличится, да? Конечно, разумеется. То есть у вас появится возможность еще больше, так сказать, привлекать вот в подготовку к этим большим, так сказать, олимпийским, паралимпийским форумам еще больше народов. Разумеется, конечно. Ну и... Из числа жителей Самарской области. Да. Ну, вы говорили о том, что свыше 50 человек вот сейчас в расширенном списке находятся к Олимпиаде Рио-2016, кто вот реально уже, так сказать, получил путевку в Бразилию? Ну, это Андрей Юзин. Все мы знаем об этом, что он персонально имеет лицензию на участие в Олимпийских играх, в дисциплине прыжки на батуте. Как вы думаете, вот реально, если посмотреть на вещи, вот сколько у нас человек в итоге получит путевки в Рио? Ну, чем больше, тем лучше, но это все-таки спорт, он тем и прекрасен своей непредсказуемостью. А вы раньше сами занимались спортом? Ну, в прошлом я занимался с пулевой стрельбой. И как? Успехи? Не очень. Не очень, да. Я кандидат мастера спорта. Ну, что же, это совсем неплохо. Неплохо. Наверное. Ну, у нас министр спорта Дмитрий Шляхнин, тоже кандидат мастера спорта по лёгкой атлетике. Тем не менее, возглавляет Всероссийскую Федерацию лёгкой атлетики. Ну, если следует этой логике, да, весьма перспективно. Поскольку вы взяли на свои плечи вот такой огромный фронт работы, вот хватит терпения, в конце концов, чтобы вот эту махину раскрутить и чтобы, думаю, что если не к Рио, ну, через четыре года к следующим Олимпийским играм подготовить как можно больше олимпийцев из Самары. Ну, конечно, это персональный вызов самому себе взять на себя этот тяжкий груз и нести его. Я надеюсь, что я с этим справлюсь. Но, в общем, хотел бы, чтобы предыдущий опыт, полученный мной и жизненный, и профессиональный, не подвёл меня. И, создавая этот центр в 2016 году, мы всё-таки думаем о перспективе следующих Олимпийских игр. В первую очередь. 2020 года, конечно, да. Это когда-то надо было сделать, и это случилось в этом году. И тот состав спортсменов, с которого мы начнём, да, он, конечно, привязан к Олимпийским играм текущего 2016 года в Рио-де-Жанейро. Но перспектива всё-таки, она лежит дальше и глубже. То, как мы начнём, то, как мы сможем это предложить и воспользоваться этой возможностью, да, она всё-таки нам раскрывает большие возможности, даёт нам в будущем, конечно, да. Ну что ж, остаётся пожелать только вам успеха. Ну, а с вами, уважаемые друзья, мы прощаемся до следующей программы. До встречи.